Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в Краснодаре! На улице Яна Полуяна, 53, возле зубной клиники Эвадент. Мы сегодня приехали спасать Машин зуб. Это часть 2. Первую вы можете посмотреть отдельно. Сурен сейчас вам все расскажет, что мы будем делать, потому что это все очень сложно. Расскажем о том, что дальше у нас еще в планах по зубкам Маши. Так что приятного просмотра, ждем вас в комментариях, не забывайте. Ребята, если вас интересуют ценники, то телефончик на экране, пожалуйста, обращайтесь, и вам ребята все подскажут. Либо пишите в комментариях, так же получите ответ. И пойдемте. Эвадент прямо на месте в клинике делают рентген. Немножко. Вот так. Скажите, до начала лечения этот зуб же так же беспокоил вас? Вот как я сейчас постучал, было неприятно или больше было неприятно? Как кушать на него? Да, так как. Как же? У нас старался на него есть. Угу. Все, жилет убираем. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас второй этап лечения 47-го зуба. Если вы смотрели наши видео предыдущие, то мы на предыдущих роликах у нас был первый этап, только начинали лечить зуб. Сегодня мы его будем завершать. А если не смотрели, друзья, то вот здесь вот ссылочка. Нажимайте на нее и переходите посмотреть именно видеосюжет на первый этап, когда мы приехали спасать этот зуб. Сейчас мы будем проводить анестезию. Сначала поможем специальным гелем, чтобы место вкола было менее болезненно. Делаем глубокий вдох носом. Делаем глубокий вдох носом. Отлично. На первом этапе лечения мы провели механическую и медикаментозную обработку корневого канала на 47-м зубе, удалили все пораженные ткани кариесом и заложили лекарственный препарат сроком на 2 недели. Сегодня истекает срок 2 недели, и мы будем извлекать лекарственный препарат и пломбировать зуб под постоянную пломбу. Сейчас мы будем извлекать старую пломбу. Откроем. Сейчас мы будем изолировать зуб от полости рта и продолжать работу. Мы сейчас дополнительно изолируем зуб от полости рта жидким кофердамом. Сейчас мы проводим антисептическую обработку канала. Промываем антисептиком. Мы сейчас определяем длину канала, которая у нас должна быть рабочей, чтобы мы работали только в пределах корневого канала. Рабочая длина у нас 18. Так вот больно делаю вам? Сейчас мы определяем мастер-штифт, который будет служить основным пломбировочным материалом в канале. Мы определяем его длину и на рентгеновском снимке сейчас будем проверять, как он у нас будет находиться в канале. На данном рентгеновском снимке мы видим, что у нас штифт расположен в нужном направлении и на нужной длине. То есть мы не выходим за верхушку корня. И плюс мы отступили на 0,5 мм от заданной нам высоты. И сейчас будем на вот этой высоте пломбировать корневой канал. Сейчас мы проводим финишную обработку канала медикаментозную перед пломбировкой. Идет полное высушивание канала. Мы запломбировали каналы гуттаперчевыми штифтами. Сейчас проведем контрольный снимок. И после чего мы срежем избыток штифтов. Корневой канал запломбировали все по апекс-локатору. Все в пределах корневой части зуба. Сейчас мы будем убирать избыток гуттаперчевых штифтов. Канал мы запломбировали. Но поставить постоянную пломбу у нас не получилось. Так как зуб разрушен глубоко под десну. И мы приняли решение, что лучше спасти этот зуб в дальнейшем керамической накладкой. Снять слепок и изготовить керамическую накладку. Так будет надежнее. Сейчас устанавливаем временную пломбу. Далее будет изготовлена керамическая накладка. На сегодня лечение зуба у нас завершено. Мы запломбировали корневой канал. У пациента в течение 2-3 дней будет чувство распирания. Как будто зуб будет расти в ширину. И небольшие ноющие ощущения после пломбировки канала. У нас с вами остается лечение еще одного зуба. Мы сейчас записываемся на дальнейшее лечение и продолжаем наше лечение. Вас, друзья, ждем, как обычно, в комментариях. На сегодня все. Пишите, как вам, что там понравилось, не понравилось. Ваши советы, вопросы. Если у вас они какие-то возникают, вы задаете в комментариях. И вам отвечают уже специалисты клиники непосредственно там. Либо по номеру телефона, который вы сейчас видите на экране. Все равно мы благодарим. Маша, ты себя как чувствуешь? Отлично. Маша, у нас как всегда немногословно. Всем спасибо. До свидания.